МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачем ты это сделала? Как ты себя ведешь? Отпусти! Налян, почему ты плакала? Тебе-то что, отстань! Ты пишешь, я не отвечаю, звонишь, я не беру трубку, стучишь, я не открываю, я устала, а ты не понимаешь. Отстань уже ты от меня! Не дури, успокойся, Налян, Налян! Пусти! Тише! Ты знаешь... Прости меня. Я ссор. Не напрягайся. Отдыхай пока. Ни о чем не думай, ладно? Как дела? Тебе лучше? Да. Юсуф, если ты уйдешь, я не буду злиться. Кому нужны слабохарактерные люди? Послушай, когда я впадаю в депрессию, то хочу умереть. Если ты хочешь уйти, отпусти мою руку. Я ей обещал. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Из-за меня ты не на работе Я взял отгул Не думай об этом Поправляйся скорее Как скажешь Я отойду на час Переоденусь, приму душ Нужно будет зарядить телефон, он сел Ты ведь справишься одна, да? Конечно, иди Юсуф Насчет Ады Она за тебя держится И неправильно понимает твою доброту Держись от нее подальше Она очень наивна Для нее ты герой Ты же не хочешь Ее огорчать Правда? И я тоже Трудно пережить разочарование МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я... ...любимый. Где ты был? На скамейке у входа хотел подышать. Что за мужчина отсюда вышел? Да я его... Не знаю, он ошибся палатой. Даже этажом ошибся. Он что-то тебе сказал? Ты расстроена? Нет, нет. Что он мог мне сказать? Он просто ошибся палатой. Я... Я очень устала. Хочу немного поспать. Может, поспишь со мной? Ты ведь тоже устал. Ну, давай. Ложись ко мне. Нет, спасибо. Мне не хочется спать. А ты отдыхай. Набирайся сил. Прошу. Просто пока я не усну. Ну, пожалуйста. Я не плыла. КРИКИ Я здесь. Я с тобой. Я здесь. Я здесь. Тихо. Юсуп, не уходи. Ну что ты? Я думала, ты ушел. Пожалуйста, не уходи. Я так испугалась. Я думала, ты ушел. Я был в столовой. Я думала, что ты ушел, но ты не ушел. Я испугалась, что ты ушел. Тихо, тихо. Все хорошо. Все хорошо. Ложись. Не уходи. Все хорошо. Я здесь. Спокойно. Спокойно. Я здесь. Я с тобой. Я с тобой. Я здесь. Вот так. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как ты? Лучше? Мне пора на работу. Я вечером вернусь. Хорошо? Я приду. Обещаю. Не бойся. Я поговорил с медсестрой. Она тебе поможет, если что. Отдохни как следует. Ладно? Ладно. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Давай отдыхай. Скоро вернусь. Это мой парень. Оставьте нас наедине. Господин, наши коллеги взяли у вас показания? Нет. Меня там не было. Мне позвонили из больницы и все рассказали. Ваша девушка сказала, что упала. Да. Так и было. Ладно, тогда мы закроем дело. Поставьте свою подпись. Доброго вечера. Доброго вечера. И вам. Доброго вечера. Доброго вечера. Вернуться к нам. Доброго вечера. Ты что, соврала полиции? Я не хотела говорить о самоубийстве. Они же об этом напишут. Это будет в моем деле. Ты же знаешь, что было раньше. Знаю. Почему ты уже собралась? Ты позаботишься обо мне лучше. А моя подруга с работой прислала мне эту одежду. Мне отвезти тебя домой или ты поедешь к подруге? Юсуф, мне больше нельзя домой. Я не смогу пережить то, что произошло. Мне некуда идти. Только к тебе домой. Девушки отдыхают. Куда ты собралась? Я? Никуда. Хотя и собиралась пойти посмотреть, где ты. Но ты уже пришел. Давай, пойдем наверх. По-твоему, красивый цвет? По-твоему, мы нуждаемся в ней? Мы вышли за покупкой, чтобы помочь госпоже Сумру, а не для того, чтобы купить плах. Хорошо, но недорого ведь. Дешево. 256 лир. Почему ты смеешься? Потому что смешно. У нас нет столько денег. Вытащим это обратно. Нет, я заплачу, не вытаскивайте. Прошу. Аллан, положи эту карту. Ты не работаешь, как заплатишь? Не проблема. Родители помогут мне. Возьмите отсюда. Аллан, положи эту карту на место. Постой, постой, хорошо? Вытащим то, что я взяла. 55 лир. Куда ты идешь? Положу обратно то, что мы взяли. Они бы положили. Любимый, кто-то должен был указать место этой женщине? Эта женщина приняла тебя в свой дом. Будешь относиться уважительно. Теперь ты защищаешь ее. Юсуф, отныне есть только мы вдвоем. Только вдвоем вынуждены построить себе новую жизнь. Тут, в этом доме, таким образом... Я знаю, что не выйдет. Я знаю, что ты не сможешь тут жить. Госпожа Сумруев и Рад тоже недовольны. Идиотка, посмотри, в какое состояние привела мое платье. Еще и говори, что заплатит. На какие деньги за... Любимый, посмотри, что случилось с моим платьем. Посмотри, знаешь, кто сделал? Хорошо, ты, может, и любишь очень, но это сделала Чичек. И ради платья заставила плакать девушку? Это не просто платье. Две тысячи лир за него отдала. И? Это важнее Чичек? Любимый, ты, кажется, не понимаешь. Почему, думаешь, она это сделала? Ревнует ко мне, специально сделала. Чичек не сделает подобного. Юсуф сделает, говорю тебе. Почему не понимаешь? Ну, скажем, что это Чичек сделала. И что? Специально или нет? А Ада что тебе сделала? Что сделала тебе Ада, Налан? Почему ты пошла и поговорила с ее дядей? Ты знаешь, какой он жестокий человек? Знаешь, что он заставил пережить эту девушку? Почему ты такой человек, Налан? Почему ты делаешь плохое? Почему делаешь людям больно? Ты почему постоянно защищаешь других? Почему не понимаешь меня? Ты должен был держать мою руку, должен был защищать меня. Почему защищаешь другую? Ты обещал мне. Я в тот день обещал девушке с хорошим сердцем, ясно? Если ты будешь такой, то я не буду держать твою руку. Юсуф! Пожалуйста, не уходи. Прошу прощения, пожалуйста, не уходи. Я... Я не подумала внезапно. Хорошо, не буду отныне никого обижать. Прошу прощения. Я тебя сильно люблю. Очень ревную. Прошу прощения. Знаю. Ты не изменишь мне. Я тебе доверяю. Но внезапно случилось, я не подумала. Хорошо. Оставлю Аду в покое. Как? Ты сегодня ночью спать не будешь? Ты только вышла из больницы. Будь спокойна. Я спокойна тогда, когда обнимаю тебя. Пожалуйста, пойдем. Я лягу в зале. Юсуф! Мы разве не возлюбленные? Почему ты от меня убегаешь, скажи? Налан, не будем обсуждать это в такой час, пожалуйста. Я очень устал. Когда будем обсуждать? Ты жалеешь меня? Поэтому ты со мной, да? Юсуф, я не хочу таких отношений, понял? Не хочу. Что ты делаешь? Стало больно. И мне так же больно. Ты ногтями лезешь в мое сердце и забираешь его. Юсуф. Если ты не будешь меня любить, я умру, понял? Налан, не испытывай меня больше. Я не бросал тебя. Я рядом, но ничего большего у меня нет. Поняла? Нет. Любимый, добро пожаловать. Ну как, разве они некрасивые? Только прикоснись. Красивые. Мне кое-чего не хватало, поэтому я вышла на шоппинг. Как ты это купила? Последний раз ты просила у меня денег на парикмахера. Это деньги от мамы. Не в Риме. Когда ты была в больнице, я ей позвонил, чтобы сообщить. Она сказала, что не хочет видеться с тобой. Что еще сказала? Сказала, что ее не волнует, живая или мертва? Наверняка сказала. Она сказала, что ровно через месяц после смерти отца она вышла замуж за другого. А то, что она меня отправила в интернат, чтобы избавиться от меня? Она рассказала тебе это? Это я не хочу ее видеть. И ни за что, ни за что не прощу ее. Я была еще ребенком. Мне было всего 13 лет. 13. Выбросила меня, как котенка, на улицу. Я осталась без денег. Я спала на улицах. Да накажет ее Бог. Почему ты никогда не рассказывала про это? Мне стало стыдно. Как я могла о таком рассказать? Не смогла? Это я купила, продав колье. Не стала рассказывать тебе, чтобы не злить. Хорошо. Больше не смей врать мне. Хорошо? Хорошо, не буду. Юсуф. Я могу быть хорошей. Ты ведь злишься на меня, говоришь, что я плохая. Я могу измениться. Правда, совсем не буду расстраивать тебя. Нам было с тобой очень хорошо. Мы очень веселились. Ты любил меня. Знаю, все еще любишь. Налан, теперь я... Подожди, пожалуйста, не говори. Я очень нуждаюсь в тебе. Это единственное, что я знаю. Исуф, где ты был? Спустился вниз, чтобы сделать то, что не вернулся. Я был садой. Что на этот раз было нужно, милая Адия? Я тебе и раньше говорила. Эта девушка считает тебя героем. Каждый раз, когда у нее проблемы, она приходит к тебе. Я не вернусь. Что? Исуф, что ты говоришь? Что за глупости несешь? Из ады? Будь все проклято. Это из-за нее, да? Нет. Нет, ты не можешь со мной расстаться. Я не разрешаю. Ты дал мне обещание. Ты должен был держать мою руку. Не делай этого, Налан. Сколько раз пробовали, но не получается. Я принял решение. Я хочу расстаться. Исуф, послушай, ладно? Возможно, я совершала некоторые ошибки, но не бросай меня. Дай мне еще один шанс. Я тебе обещаю. Я больше никогда не буду обижать тебя. Обещаю. Я не хочу, Налан. Оставь меня в покое, наконец. Я тоже хочу быть счастливым, разве не понимаешь? И ты даже не боишься, что я могу причинить тебе боль? А если сейчас подойду сюда, выброшу из этого окна, умру? Ты совсем не расстроишься. Не глупи, отойди от окна. Оставь меня. Как будто тебя это сильно волнует. Хорошо. Не будем расставаться. Но сколько мы еще так будем продолжать? Сколько еще ты будешь держать меня рядом, такими угрозами? Я несчастлив. Разве ты не понимаешь, что ты делаешь со мной? Мы даже не спим вместе. Разве тебе не жалко нас обоих? У меня есть шанс стать счастливым. Прошу тебя, оставь меня. Ты как они. Ты тоже меня не любишь. Выставишь меня за дверь, словно пакет с мусором. Что это за слова, Налан? Никто тебя за дверь не выставляет. Я уйду. Я. А ты останешься здесь. А они меня здесь будут терпеть? Ты думаешь только о себе. Я останусь в этой дыре, а ты будешь гулять садой, где тебе вздумается, не так ли? Прошу тебя. Оставь меня. Не трогай меня. Веди тебя не желаю. Убирайся отсюда. Госпожа Сумру, госпожа Сумру. Не будем вмешиваться. Это ее дом. Никто не смеет так вести себя в моем доме. Я ухожу, не волнуйтесь. Юсуф может спать в своей теплой постельке. Налан, тебе не нужно уходить. Я жила в этом противном месте только из-за тебя. Теперь не нужно мне терпеть. Слушай, кажется, ты много берешь на себя. Госпожа Сумру. Куда ты пойдешь? В преисподнюю. Ты всю жизнь будешь раскаиваться за то, что так поступил со мной. Ты расстроился из-за того, что твоя милашка Ада не пришла? Не расстраивайся. И не жди. Отныне не придет. Что это значит? Ты что-то сказала, а она поэтому не пришла? Налан, говори же, ты что-то сказала ей? Нет. Я ничего не сделала. Я всего лишь сообщила ей хорошую новость. Юсуф, у нас родится ребенок. Я беременна. А вы беременны? И Адея сказала это. И она поняла, что отныне не сможет быть с тобой. Поэтому не пришла навстречу. Отныне ее не будет в нашей жизни. Все еще продолжишь спать тут? Не придешь ко мне? Хорошо, не буду тебя заставлять. Знаю, для тебя тоже нелегко, но у нас будет ребенок, Юсуф. Мы станем семьей. Мы не можем еще больше проводить время в разных комнатах, не так ли? Ты молчишь? Что я из этого должна понять? Посади меня напротив себя и скажи, что не хочешь ни меня, ни ребенка, что в животе, чтобы я справлялась сама. Не будем сейчас об этом. Хорошо. Юсуф, мы должны пожениться. Ты в курсе, да? Может, мы поженимся? Можно. Поженимся. Я спросила у тебя. Я немного подышу. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Спасибо за просмотр! Редактор субтитров А.Семкин